Ученики средней общеобразовательной школы номер 6, что в микрорайоне Гершельт, в этом году могут и не дождаться нового спортзала. Всему виной отставание от графика строительства. Уже сейчас оно составляет почти 70 дней. И потому глава Владивостока Виталий Веркиенко решил взять ситуацию под личный контроль. И без визита тут не обошлось. Вы выходили на конкурс и знали, что объект крайне важен для нас. Набирайте подрядчиков, системно выстраивайте работу с тем, чтобы успеть в сроки. Нельзя надеяться на пролонгацию сроков и каких-то штрафных санкций. По проекту и договору, заключенному между подрядчиком и городскими властями, будущий трехэтажный спортивный комплекс должен быть готов к декабрю. Вернее, должен был. Впрочем, указания городоначальника подрядчики восприняли более чем серьезно. Согласно реалистичного плана, вашего обновленного, с учетом отставания, вы способны нагнать и выполнить срок работы? Срок, скорее всего, нет. Но до конца года, этого года, мы должны закончить. Ну, понятно, что мы будем вынуждены, ну, как вынуждены, обязаны оплатить пенитом. Представитель подрядчика имел в виду тот факт, что компании уже выставлены штрафные санкции за просрочку. Также в свое оправдание добавили популярную еще со времен Советского Союза причину, а именно смежники подводят. На данный момент на будущем спортивном объекте установлен железобетонный каркас цоколя, стены первого этажа и подпорная стена. Сейчас строители выполняют работы по устройству пристенного дренажа, формируют подъездные пути и дорожки к будущему спортзалу и протягивают сети канализации. По итогам визита главы Приморской столицы подрядчик пообещал ускорить темпы работ вдвое, чтобы к началу 2019 года у ребят появился новый современный спортивный комплекс. Олег Завьялов, Евгений Черемухин. Новости на восьмом.